Накануне в Доме Совета состоялся брифинг министра финансов Оренбургской области Татьяны Машковой на тему вопроса повышения финансовой грамотности населения Оренбургской области. Министр отметила, что в последние годы наблюдается объективный запрос, связанный с этой темой. В связи с этим Минфин области уделяет особое внимание данному вопросу. Если мы проводим круглый стол в муниципальном образовании, на котором обсуждаем проблемные вопросы по нововведениям в бюджетный процесс, по бюджетной политике, по межбюджетным отношениям, то параллельно с таким круглым столом еще обязательно проводим несколько обучающих семинаров. Мы собираем глав сельских поселений, руководителей органов местного самоуправления, специалистов экономических бухгалтерских служб, обязательно специалистов финансового органа для того, чтобы с ними провести разъяснительные мероприятия, беседы, какие-то методологические семинары по вопросам планирования исполнения местных бюджетов. И, соответственно, вот такие встречи непосредственные в аудитории, они в форме, скажем, конференц-связи, они позволяют нам более, наверное, объективно оценить то качество работы муниципальных образований, которые проводятся в части бюджета, повышение бюджетной грамотности, позволяет нам сделать работу над ошибками, усилить какие-то направления нашей работы и, конечно, выявить слабые, сильные стороны, понять, какие ресурсы здесь можем мы использовать. Обязательно мы проводим и семинары в режиме видеоконференций для того, чтобы руководители не ездили, не тратили деньги на командировочные. Но здесь в режиме онлайн, как правило, такие вопросы, скажем, больше правовой стороны, исполнение методологии чисто, внедрение каких-то новшеств, то есть те, которые не требуют нашего присутствия на местах и работы на конкретных рабочих местах. Взаимодействие всех финансистов области осуществляется еще и в рамках тех мероприятий, которые проводит Союз финансистов Оренбургской области. Уже практически более 10 лет действует вот это сообщество. Мы тоже здесь на семинарах подводим свои итоги промежуточные, либо окончательные, рассматриваем проблемные моменты. Ну и практика, которая у нас появилась совсем недавно в нашем регионе, мы проводим такие семинары-совещания в формате два муниципальных образования. То есть либо те, которые идут по одному фарватеру, например, это те, которые были преобразованы в муниципальные образования и городской округ, либо те, которые находятся на достаточном удалении от областного центра, Адамовский-Кваркинский район, куда не так часто приезжают, наверное, специалисты многопрофильные. Либо это по какому-то другому принципу. То образование, которое имеет высокий уровень качества, управление финансами, например, у нас город Сорочинск, который является победителем в рамках страны, среди муниципалитетов. И Абдулинский городской округ, который был создан всего лишь как пару-тройку лет, и где только еще накапливается определенный опыт, знания по работе именно в формате бюджета городского округа, муниципального района, как это было ранее. Вот за истекший год мы провели такие мероприятия в Орске, в Сорочинском, в Гайском городском округах, в Адамовском районе, и, соответственно, приглашали специалистов Новотроицкого, Абдулинского, Яснинского и Кваркинского. Сотрудники нашего министерства регулярно выезжают в территорию с целью проведения комплексных методологических мероприятий. Например, вчера у нас уехали в Октябрьский район, будут 4 дня там работать. И, конечно, для чего нам это нужно? Потому что это позволяет на месте изучить и всю нормативную базу, сделать анализ, качественный анализ, исполнение местных бюджетов, выявить недостатки, если они есть, какие-то нарушения, дать разъяснения специалистам. Активная работа министерства по повышению бюджетной грамотности населения выражается не только в проведении различного рода мероприятий, но и в участии в ежегодных конкурсах по представлению бюджетов, доступной и понятной для населения форме, куда привлекаются коллеги из муниципалитетов, а также рядовые граждане. В прошлом году сразу пять проектов оренбургцев были признаны победителями и призерами на федеральном уровне, а годов ранее – четыре. Кроме того, мы активно взаимодействуем с молодежным парламентом, молодежным правительством области. Мы с ними проводим встречи обязательно каждый год. Выходим в учебные заведения и Оренбурга, и Оренбургской области с такими популярными лекциями о бюджете обязательно каждый год, и не только даже, скажем так, в профильных учреждениях, которые готовят экономистов. Ну и для подрастающего поколения это уроки финансовой грамотности, которые мы проводим в общеобразовательных учреждениях. В прошлом году даже попробовали детские сады. Все наши сотрудники вышли в те классы, в те группы, куда ходят их дети, и проводили уроки финансовой грамотности и для учеников, и даже были такие первые ростки, когда на родительских собраниях для родителей тоже такую маленькую информацию преподносили. В этом году сейчас планируем, конечно, уже с осени расширить это направление, и даже среди родителей тоже более так активно проводить такие уроки финансовой грамотности. Для нас очень таким, ну, наверное, волнующим моментом был урок финансовой грамотности в нашем подшефном детском доме, это интернат для детей, коррекционный интернат, в селе Ташла, Турганского района. Мы как бы переживали, а вот сможем ли мы для таких деток, которые, в общем-то, живут под крылом у государства, донести информацию о бюджете, о финансовом поведении в реальной жизни. Ведь, как бы, ну, это дети несколько особые. И, вы знаете, настолько были приятно удивлены, что детки так откликнулись, они играли в игру с удовольствием, как говорили нам педагоги, что потом это обсуждалось, и даже повторно приезжали к деткам с элементами игры, рассказывали им о том, как жить вне, пользоваться финансами вне стен вот этого детского учреждения. Но надеемся, что тем выпускникам, которые в этом году вышли в жизнь, это было хоть каким-то маленьким подспорьем. Ну, у нас были мероприятия по финансовой грамотности и в муниципальных образованиях, в районах, в больших, в районных больницах, в медицинских учреждениях, где мы тоже для персонала рассказывали, поверьте, не только о бюджете, но и о том, что мы все, с одной стороны, налогоплательщики, но, с другой стороны, у нас есть и льгот много по налогам, о том, как проверить там стоимость своей, кадастровую оценку своей квартиры, как заплатить налоги, на какие сайты, где можно получить такую информацию. Поэтому, конечно, это очень интересная работа, нельзя здесь останавливаться на месте. Будем продолжать искать какие-то новые способы преподнесения такой полезной информации.